Всем добрый день! Меня зовут Илона Коноткина, я представитель компании «Форсвирейда». Спасибо всем тем, кто сегодня пришел послушать про нашу систему «Высло» — информационно-аналитический портал, на который университет каждого подписывается. Для предоставления нам информации по общей системе права, системе права штатов и Великобритании и общей европейской молекулировании. Давайте с вами познакомимся. Если есть слушатели, которые пришли специально послушать этот семинар, то буду рада, если вы поднимете руки. Отлично. Подскажите, пожалуйста, кто, в принципе, уже работал с базой данных, по-моему, есть практические навыки, а то начну, вижу одну руку. Еще кто-нибудь? Кто? Прекрасно. Тогда давайте я начну с самого начала, чтобы показать вам, как зайти можно в этот информационный ресурс. Часто бывает, что мне приходят письма из университета, от слушателей и преподавателей с уточнением, как правильно зайти в базу данных, чтобы начать на пробу. Все делается очень просто. Вы находитесь на основном сайте университета в разделе «Электронная библиотека». У вас появляется информация о ресурсах, на которых подписан университет. Первым является Александр Восло Академец. И дальше у вас есть хорошо описание для тех, кто столкнулся с системой. Первый раз я хотела бы понять вкратце, какого рода информацию сможет получить по послеработной системе. Есть также ссылка на небольшую обучающую видеозапись. По сути, все то же самое, что я расскажу вам сегодня, но то, что мы специально записали для вас в качестве инструкции, чтобы в момент, если, допустим, нужно подготовиться к определенной работе, курсовая, семинарское занятие, найти необходимую информацию, и нету, допустим, меня, и нету моих контактов, чтобы мне писать и прочитать, как правильно листать материал, можно было зайти, посмотреть и быстро для себя найти то, что вы ищете. Смотрите, в момент, когда вы открываете эту страничку, у вас действует ссылка на Восло Академец. Вы просто наводите вышку на название, переходите по этой страничке, и у вас открывается главная страница Восло. База данных полностью на английском языке содержит первичную оригинальную информацию, представленную из судебных органов англосаксонской системы, общеевропейское регулирование, судебную практику, аналитику и многое другое. Если вы не вполне владеете английским языком и хотите что-то уточнить, то в частности любой браузер, хроуд в частности, может предложить вам перевод. То есть перевести страницу, какие-то могут быть определенные разделы, которые вам понадобятся, они могут быть переведены. Я, как правило, не обращая на эту ссылку никакого внимания, понимаю, что юристы в нужном уровне, которые сталкиваются с вопросами иностранного права, и, в принципе, работа за пределами юрисдикции Российской Федерации потребуется хороших нами рабочих нами английского языка. Советую, в первую очередь, вам, наверное, сделать на этом оценку при обучении в университете, помимо изучения материалов, которые представлены на плане данных, поскольку часто мы сталкиваемся с ситуациями, когда в крупных организациях, в правовых департаментах по работе с внешнеэкономической деятельностью, с международными контрактами, является острая потребность кадров и юристов, которые не только прекрасно владеют английским предназначенством, знаниями и нормами международного права, международных договоров, соглашений, но и владеют английским языком, поскольку многие компании, с которыми мы сотрудничаем, они пользуются данными ресурсами, естественно, в первую очередь стоит потребность в кадрах юристов, специалистов, которые владеют английским языком, которые могут спокойно зайти в систему, ознакомиться с информацией, с документами, с первоисточниками и дальше уже составить пармагон. Переходя по этой ссылке, вы прежде всего попадаете в раздел, который называется «Уэсло Великобритания и Уэсло Общекопийское регулирование». Информация здесь ищется достаточно просто. Сейчас я покажу, как это происходит и какого рода материала есть в системе. Прежде всего, вы видите, что у вас есть в верхней строке интерфейса достаточно удобное меню. Оно сразу показывает вам и служит своеобразным фильтром для поиска информации. А вы заходите на сайт «Уэсло Великобритания и Уэсло Великобритания и Уэсло Великобритания». Вы заходите на сайт «Уэсло Великобритания и Уэсло Великобритания и Уэсло Великобритания». Поскольку очень многие компании, очень многие страны в рамках различного правовой деятельности, будь то заключение контрактов, будь то проведение сделок по слиянию и поглощению или выбор определенных финансовых транзакций, они используют английскую праву. В качестве основного правового системы, им комфортнее рассматривать эту правовую систему и в случае возникновения дальше споров, и в случае необходимости перевернуть капитражным процедурам, поскольку английская судебная практика, прецедентная практика, имеет самую общинную, самую интересную историю. Да, мы понимаем, что очень многие компании основываются ответственность все-таки на английской правовой системе. Это конфортия в рамках заправ и определенных кейсов в рамках определенного опыта, который компании могут изучить, прежде чем переносить свой спор в суд на дальнейшее рассмотрение. Здесь есть очень много также своих нюансов. Чем может быть эта форма вам полезна прежде всего? Верхняя строка, система содержит информацию по кейсам, судебные прецеденты. Здесь, переходя в данный раздел, мы сейчас с вами его посмотрим подробнее, вы уходите в судебную практику. Если сразу сходят в судебную систему, и вам интересны прецеденты, и вам не хотите смотреть аналитику, но вам нужно именно ознакомиться с судебной тактикой, то вы можете смело переходить в данный раздел. Он у вас делится сразу на несколько подразделов. Да, у вас есть возможность посмотреть информацию по определенным судам в Великобритании и судебной администрации. Есть возможность перейти к отчетам, да, в лоа-репортах, посмотреть информацию по судебной практике. Есть квантовый репорт, да, который тоже своего рода служит определенной аналитикой. Плюс у вас открывается такой поисковик, который помогает вам быстро найти тот прецедент, который вы ищете. Ну, например, если вы точно знаете стороны спора, или если вас интересуют суды, судебная практика по определенным прецедентам, например, финансовые транзакции, страхование грузов, или, допустим, вам интересно посмотреть определенную тематику по налоговым спорам, вы можете ввести поля, которые система вам предлагает, искомые понятия, и посмотреть, что система вам выберет. Удобно также осуществлять поиск по сабчику, вот здесь как раз указано, и кейворд, то есть если у вас есть определенное понятие, по которому вы хотите посмотреть спор, вы можете его внести в систему пословных вам. Поскольку данная платформа, она является одной из самых старейших мыслов, содержит прецедентную практику, начиная цифрованные документы уже с 13 века, поэтому информации здесь достаточно много. И я вам лично советую использовать все поля и критерии поиска, которые вам предлагает система, чтобы уменьшить количество результатов, которые потом вы получите, просто потому что, если вы вводите несколько понятий, а дальше система выдает вам 200 тысяч результатов, наверное, вам это будет интересно, неактуально, очень долго, и теряется, в принципе, интерес в поисках. Чем больше информации вы найдете, тем больше информации и меньше результатов вы получите на выводе, что, в принципе, поможет вам уже быстро соментироваться в конкретной ситуации. Дальше система устроена таким, вы нажимаете кнопочку Search, и система подбирает вам информацию. Либо вы можете нажать More Options, как я сейчас делала, и дальше у вас появятся дополнительные два поля. Вы также можете выбрать их документы, что вы ищете, отчет или все-таки обвините его по кейсам, или вы будете искать абсолютно все. И в зависимости от этого уже система подберет вам определенную информацию. Что я всегда советую вносить? Вот, как правило, мы очень часто ищем информацию по определенному суду. Вот порт, вы сейчас видите, появилась в поисковике, допустим, Supreme Court of United Kingdom, да, или, допустим, там, Порт of UP, если вы рассматриваете операционную инстанцию. Советую всегда вам вводить название суда-суда, по которому вы ищете информацию. И часто, поскольку юристы работают от общего и частного, если у вас, допустим, задача стоит изучение нескольких сразу судов, то вы можете сначала произвести поиск по одному суду, чтобы не вносить сразу несколько, и не создавать себе путаницу, и больше качественный результат. А дальше вы можете в этом, допустим, сохранить, что-то на рабочем столе своем выгрузить, а дальше уже зайти заново в систему, посмотреть по другому суду, какая есть информация, что он просто не был бы путаницей. И всегда я советую пользоваться фильтром по дате. Суды здесь достаточно удобные, можно выбрать даже прецеденту за последние 10 дней, у вас сразу откроется последняя информация, на которую вы сможете ссылаться. Часто юристы все-таки выбирают сритерии за последние 3 месяца, потому что там больше будет результатов, более понятная будет статистика и информация. Но в принципе, если вас интересует какая-то определенная данная, например, у вас стоит задача, как-то при истории государственных правах, посмотреть прецедент от 1829 года по какой-то конкретный год, вы можете выбрать date range, и ввести уже тот временной период интересен, который вам актуален. Здесь есть несколько еще вариантов поиска. Можно искать по конкретному сутье, можно искать по цитированности, можно искать по первую очередь, это тоже practice directions, это тоже достаточно важный критерий, и у вас появятся те результаты, которые вам будут актуальны. Обращаю внимание, что есть еще одна закладка, она называется branding actions. Вот эта закладка тоже может быть вам полезна в определенной мере в том случае, если судебное решение является неокончательно, если дело дальше ушло в апелляцию, или если, допустим, нет окончательного решения по делу, то, скорее всего, если первоначальный пользователь давал конкретных результатов, можно посмотреть и в том числе. И последняя закладка, это как раз новая закладка, которая появилась у нас в нашей системе ВЭР за году, обращая на это внимание, раньше их не было еще в прошлых годах, это permissions to appeal, это разрешение на подачу инвестиционных жалоб, тоже достаточно интересный раздел, где можно посмотреть определенную студенту практику, которая вас интересует. Дальше мы переходим в данном разделе в закладку Courts. Здесь сразу система предлагает вам, ну, прежде всего, суды в Европе Британии, да, основные Supreme Courts, Courses for Peel, по гражданским делам, и Courses for Peel, по криминальным делам, вот, краткая информация в Украинском суде, вот, о процедурах, информация по Брэдзит, кейсам, которые рассматриваются в данном периоде, и новости справа, у вас выходят, это вот что-то такое, outstanding, трендинг, да, например, вот, что сегодня случилось, 18-го число дня, вышел пресс-релиз, новости, чем живут юристы, да, юристы живут, прежде всего, обновленные информации, почему? Кое слово, такой классный, и важный ресурс, юристов, которые работают по международному праву, потому что он является аналогом гарантии консультантов Плюс, гарантии консультантов Плюс автоматически выходит информация, которая появляется наше, уже сегодня, в условии то же самое, поскольку это в условии собственной компании Томссен Ройтерс, международной компанией, у которой заключили эксклюзивные соглашения с государственными органами, с правоохранительными органами, с судебными органами различных инстанций, мы гарантируем качественную информацию, которую вы видите, и у вас не будет здесь устаревшей информации, вы не найдете здесь информацию, которая была размещена месяц назад, вот, пожалуйста, новость, которая уже опубликована сегодня, как только она появилась в рамках пресс-релиза, и я советую всегда читать новости, прежде всего, это дает вам дополнительное образование, помимо основного, которое вы получаете в университете, это повышает вашу правовую раму, студенты, которые готовят субботу, которые участвуют в различных мобильных алипиадах, хотят специализироваться на определенной тематике правов, но и сейчас было бы интересно отслеживать эти новости, которые всегда доступны в программе. Вот, также есть определенный раздел, который может быть вам полезен в рамках судебной практики, он называется Law Report. Вот, соответственно, он интересен также тем, что содержит совершенно различную информацию, как по отраслям права в рамках судебной практики, так и различные, скажем так, отчетные кейсы, новости, аналитику, это может служить вам дополнительным материалом, если вы пишете курсовые работы, если вы изучаете какие-то конкретные отрасли права и их вопросы, и вам сложно уходить, допустим, в общий Google, в интернет, искать какую-то информацию или подписываться самостоятельно на определенные издания. Вы это найдете у вас стол, потому что у вас стол хранится огромное количество аналитики, информации, отчетов, журналов, которые могут быть вам полезны, журналы, которые пользуются студентами Великобритании, студентами в Соединенных Штатах Америки. Это повышает еще и возможность отслеживать и смотреть информацию, которую пользуются в том, в том, в том, в том, в том, дальше я перейду в раздел Legislation, он у нас тоже находится в верхней строке поиска, делится он сразу на несколько разделов. Есть главная страница законодательства, где вы найдете тексты, первоисточники и у вас сразу предлагается своеобразный поиск. Вы можете также посмотреть раздел Primary или Centenary Legislation. Здесь, в каком формате вы сможете ознакомиться с информацией в Меликобритании, да, Соединенное Королевство состоит из нескольких земель. И мы знаем, что есть особое право Шотландии свое, есть свое законодательство в Уэйсе, есть Северная Ирландия, которая также имеет свои значительные особенности. И вот, зайдя в пламяные Шотландии Legislation Эпс вы посмотрите законодательство, фрагменты статутного регулирования публичного права и каких-то локальных правовых и нормативных актов различных частей и капитаний. В том числе у вас есть Брэкс. Обратите внимание, это новый раздел, который везде будет сопутствовать в СВО, будь то судебная практика, будь то аналитика и законодательство у вас где будет правильный информация по которому достаточно эксклюзивная. Вы не найдете ее сейчас в общей сфере, вы скорее всего потеряетесь в том формате аналитики статей, которые вам выдаст интернет, если вы пойдете в Январь, в Январь, в Январь, в Январь, в Январь, в Январь, в Январь. Восьмварь это все порядочно, это все официально, и вы сможете более жарко, экономно, не тратя свое время на многочисленные обзоры интересны. Также у вас будет раздел Бинз и Дрэфтс, я тоже советую вам всегда обращать на этот раздел внимание, он действительно интересный, содержит тоже информацию о различных обругах и частях Великобритании, вы можете посмотреть законодательство, которое готовится сейчас, например, к рассмотрению в рамках того же самого бренда, ознакомиться с определенными политиками в разделе Policy and Guidance, посмотреть, например, очень интересный раздел, который я всегда советую, Annual Reports, Official Publications, информацию парламента, которая предоставлена здесь, пресс-релизы, Point Papers, это то, чем, по сути, пользуются юристы, которые изучают, английское право, которое специализируется на английском праве и которым нужна уже полноценная информация для того, чтобы использовать ее, допустим, в том числе, вы представляете, приходите, допустим, на какое-то семинарское занятие, рассматриваете определенную тематику, зашли перед дневным послог, посмотрели, что рассматривается сейчас парламентом и уже можете каким-то образом близлась с вашими знаниями и показать, что у вас среди дневной чем живет в Великобритании, получить, может быть, зачет автоматом или произвести какое-то положительное впечатление. Но, помимо учебного процесса, естественно, мы все понимаем, что мы здесь учимся, но работаем в основном для себя, на свое знание, на то, чтобы получить свою стоимость на рынке при последующем другое устройстве и чем-то это отличится, если вы будете специализироваться на международном праве. Вот. Что еще интересного есть в СЛО? Если вы зайдете в раздел Ladies Registration, то вам, в принципе, не нужно будет пользоваться общим спокойным поиском. У вас автоматом выйдет вся информация по последним законодательным актом, которые были рассмотрены, преобразованы или приняты. Вот, например, я сейчас пришла в данный раздел, у меня открылся нинни-паблиш дюстришн, это законодательные акты, которые буквально сегодня были официально опубликованы, к примеру News Station Criminal Address Act от 1999 года, современный приказ, можно посмотреть его редакцию, я перехожу в данный документ, и, соответственно, у меня открывается сам документ, с которым дальше я могу работать различными способами. Вот, хотела сейчас на примере конкретно законодательного марта показать вам, как можно работать в момент, когда вы нашли, например, документ из комнат, который вы искали, и вы хотите посмотреть, что если можно сделать. во-первых, справа с другой стороны у вас сразу будет информация по данному документу, то есть информация, когда этот документ был добавлен в систему, вы видите, что в 11.25 сегодня этот документ был добавлен, вы видите тематику, которая относится к документу, это криминальная грамма, криминальная юстиция, вы видите дальше по other related subjects к какому разделу можно относиться в документ, где еще его можно найти в системе поисковых слов, вы видите, под какие ключевые слова и термины данный законодатель подходит, сейчас я попущу чуть ниже, киуэльз это как раз то, про что мы говорили в самом начале, когда я рассказывала, как можно осуществлять поиск и быстрее вытаскивать исковые результаты, если вы знаете ключевые слова, в данном случае это admissibility, commencement, cross-examination, open-in-chip, re-examination, special measures, directions, так далее, да, и у вас дальше есть информация, прежде всего информация по данному документу как основное более, да, видно, что enforce inter-operation вступает в силу данный акт 24 февраля 2020 года, enabling legislation у вас идет ссылка на законодательный акт, и дальше уже идет фут-текст, который вы можете выгрузить в Word PDF, сохранить его на рабочем столе, на флешке, на диске, где удобно создать какую-то рабочую папку, и есть второй метод работы с этим документом, справа у вас есть меню такое небольшое, вы можете его направить по электронной почте, если вы нажмете на конверте, у вас появится опция mail, вы можете его распечатать, если вы работаете из дома, хотите его распечатать, можете выгрузить в Word или в Дельфе, и можете скопировать эту ссылку, и где-то ее тоже запомните, отправить другу, коллеге, знакомому, чтобы кто-то еще посмотрел на этот документ. Соответственно, дальше, чтобы вернуться в основное видео, мы просто поднимаемся немножко вперед, и еще хотела обратить ваше внимание, у нас появился новый раздел, его тоже не было в прошлом году, он называется Key Legal Concepts, этот раздел особенно может быть вам полезен, почему? Потому что он содержит достаточно полезную для вас информацию. Между всего, с левой стороны у вас будет алфавитный указатель, который поможет вам соретировать информацию, которую вы ищете. Значит, для чего? Как нужно ознакомиться с концепцией, допустим, суда определенной инстанции, или комиссии, которая рассматривает допустим, дела определенной тематики отрасли права. Или вам, в принципе, хочется посмотреть, как работает допустим, система application партнера, или система адвокатуры в различных частях, Северной Франции, Шотландии. Вот концепция вам нужна, чтобы не искать получебников, чтобы не искать улучшу до. Сразу советую заходить в этот раздел Key Legal Concepts. Он прямо содержит в себе краткий справочник, обзор, который без значительной информации по статьям и статьям закона и нормам права выдает вам результат по именно тем ключевым понятиям института, концепциям, теориям, которые существуют в английском праве. и вы можете дальше уже сравнить эту концепцию, переходя вот, допустим, сейчас я открою, апелляция. Вот, у вас появилась информация по апелляции, вы можете ее посмотреть, сравнить, например, с системой подачи апелляции в штат, к примеру. И таким образом, вы можете даже подготовиться загрязать, если у вас списки вопросов встают, укажите основные отличия подачи традиционной жалобы сюда в Великобритании и сюда в Средневных Штатах Америки. Все, вы зашли, у вас все есть, то есть вам хотите так букву переводчик загрузили, у вас на русский язык все это еще переводит, если на английском сложно или времени мало. То есть такие основные понятия, которых не было еще в прошлом году, но в том основной это симуляционная компания, каждый раз у нас в карте появляется что-то новое, вот сразу вы зашли, у вас эта информация появилась. Это классно, это на самом деле в одной другой системе, когда я училась, если бы у меня был доступ к очевидному, я бы, наверное, все экзамены сдавала на 5, и мне бы нравился сам процесс поиска этой информации, то, что быстро, классно, удобно, и дает даже более-больше того, что ты ищешь нужное выходить на главную страницу, вы слое пользоваться общим поиском, терять время, сразу зайти в этот раздел, смотреть, выгрузить, все. Вот, то же самое есть по многим других понятиям, например, и, допустим, банковская система вам интересна в Великобритании, забрание банка в Великобритании, там, интересны вам что-то в отношении бризарнских колоний и островов, как это все работает, допустим, civil partners, civil penalties, procedure rules, все зашли, посмотрели. У нас для этого есть еще одна система, она называется Practical Law, с ней как раз работают протягующие юристы в крупных компаниях, для того, чтобы быстро понять, сориентироваться и, не прибегая к помощи юридических фирм и консультантов, найти искомый материал. Сейчас этот раздел добавили еще и в пакете академ, поэтому у вас тоже есть доступ к этим материалам. Вот, дальше смотрите врачи на ваше внимание. Восьмое находится что в американской платформе, что в английской. Огромное количество журналов и дополнительных источников информации. Когда вы готовите любую курсовую работу, оплату, собираетесь выступать, допустим, кто подвлекается на конференциях международных или просто пишете статью, хотите, чтобы вас включили в университетскую справочную, готовите дипломную работу, да, мистерскую, заходите всегда в журналы. Журналы это классный раздел, который даст вам возможность познакомиться с правовыми материалами, с правовыми источниками, если вам не нужно и не хочется подписываться на какие-то издания. университет дает такую возможность, чтобы сейчас могли найти любой совершенно журнал, хотите по Нашим Таймсу посмотреть, почитать что-то, какую-то определенную статью, абзац и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Здесь можно осуществлять два вида поиска, то же самое. Раньше кто пользовался его словом, вспомнит, что в интерфейсе был Advanced Search. Вот этот Advanced Search, он сейчас заменен на данную табличку, и путем нажатия More Options у вас открывается просто дополнительный порядок. И таким образом вы можете искать издания, вы можете переходить на отдел Publications и искать их по афамитному указателю, если, допустим, вы, в принципе, хотите посмотреть объем контента, который находится в базе, и не хотите искать, допустим, что-то конкретное, а вот подумать хотите, пофантазировать. Вот заходите в Publications, у вас он в обидном порядке открывается. Очень часто ваши студенты смотрят, например, в американских платформе, но сейчас к ним приедет American Journal, да, то есть, допустим, какие-то такие ежеквартальные издания, смотрят информацию, там, что новое, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, соответственно, дальше, еще один раздел, Current Awareness, это новости юридического характера. Поскольку в группу нашей компании входит Reuters, это крупнейшее новостное агентство, которое публикует новости, все-таки, экономика хозяйственного профиля, да, более политического даже, профиля, то тем не менее у нас есть команда юристов, редакторов, которые находятся у нас в Лондонском офисе, которые как раз и публикуют различную информацию в базу данных практиков ЛО, агрегируя ее из Westlaw. И таким образом новости различного рода информации по правовым тематикам также попадают в эти базы данных. Здесь вы найдете и все, что касается отношения сделок по слиянию и соглашения крупнейших компаний, вы найдете информацию по мой любимый раздел, например, Best of the Last Five Days. Поскольку в Великобритании каждый раз происходит очень много различных событий и новостей, вы заходите в эту страничку с левой стороны тематики, вы можете выбрать коммерческое право, семейное право, финансовое, local government. Здесь, в принципе, есть очень много действительно полезного классного контента, например, торрес, фраз и так далее и тому подобное. Вы можете выбирать также фильтр, указывать, что вы ищите только по законодательству, только по кейсам или по аналитике. И дальше у вас уже с правой стороны пошла информация. Вот вы также можете заходить и смотреть, допустим, что-то новое, с прецедентом, что попадает данный раздел. Если вас интересует общее европейское регулирование, оно находится на английском платформе «Москва». Сейчас у меня оно открылось. Тут также, в принципе, несколько вариантов работы с платформой. Вы можете зайти в общую поиск, посмотреть какие-то акты и судебную практику, что вам нужно. Если вдруг вас что-то смущает, вам нужно пояснение. Вот они захайдены. Закладочка «Turns and Connectors», которая помогает вам при помощи определенных символов. Допустим, вы можете, если у вас длинное название, вы можете какие-то ключевые слова взять в кавычки. Это еще раз поможет вам получить более точный результат. И всегда обращайтесь к коннекторам. они помогут вам работать в любых висковых системах. Они присутствуют не только в ВСЛО. Тут даны пояснения, сколько их в ВСЛО и каким образом ими можно пользоваться. Все это сделано для вашего удобства, для того, чтобы вам было проще, быстрее, комфортнее найти искомный результат. Дальше у нас появился новый раздел. ВСЛО он называется МОР. Этого раздела тоже не было. Для тех, кто трудит работать в ВСЛО, обращаю ваше внимание, в разделе МОР содержится и индекс определенных терминов и понятий, которыми пользуются юристы, и отдельные коллекции, которые присутствуют в ВСЛО. это прежде всего криминология, поскольку Великобритания обладает определенной прецедентной практикой именно в рамках криминального права, уголовного права, как в России это приятно называть. Есть отдельная коллекция по праву Шотландии, если кто-то специализируется. Есть Personal Injury, есть просто в принципе новости. И эти коллекции, например, я сейчас перейду в Index of Egal Terms, они помогут вам сориентироваться и переходить уже в специализированные либо словари, да, либо искать. То есть, для чего это нужно? Вы открыли прецедент, вы открыли законодательный акт, вы хотите работать с ВСЛО первоисточником, и вас интересует какой-то термин. Вы перевели его на русский, он вам ничего не сказал. Чтобы загрузить его все-таки пометивный товар, и понять, что в принципе этот термин означает на английском языке, и воспользоваться официальным понятием, вы можете ввести ему в данную строку поиска, которая у меня сейчас появилась на экране, нажать также Options, они здесь доступны, вы можете выбрать, где вы будете искать термин, и дальше уже search, и посмотреть, как этот термин объясняется на английском языке, что он означает. Либо вы можете перейти в определенные товары, которые здесь также доступны, здесь их всего три, это Джоуэс дикшн, он нашел, сплоц дикшн дикшн и он классический товар разгон. Дальше на английском вы можете обводить системы. Это тоже очень интересно и очень полезно. Иногда, если происходит в миграции понятие термина, также при вводе какого-то определенного термина у вас будет показана его эволюция, то есть дальше оно транслировалось, развивалось на протяжении истории английского права и современные понятия, как оно трактуется, как оно используется. Наверное, таким образом. Дальше посмотрите, если мы находимся в определенном разделе и вам нужно вернуться обратно, чтобы возвращаться на главную страничку в основном. Здесь есть еще один достаточно удобный инструмент. Это поиск, как у меня сейчас показано на экране, по отраслям права. То есть, в принципе, никто не отменял поиск по отраслям права. Это тоже достаточно удобная опция. если вы занимаетесь каким-то определенным вопросом, например, контрактным правом, вас интересуют именно коммерческие вопросы заключения контракта, законодательство, судебная практика, спором в отношении заключенных контрактов, то вы можете воспользоваться основным меню и пойти сделать browse by topic, зайти в раздел commercial или зайти в раздел contracts и посмотреть информацию, которая вам нужна. Скорее всего, и я всегда советую это делать в случае, если вы только приступаете к изучению английского коммерческого права, вам нужен раздел companies and partnerships. Вот этот раздел будет вам полезен не только в рамках и истории английской правовой системы, но и в рамках подготовки к определенным занятиям по английскому языку, потому что здесь огромное количество понятий, которые английская кафетра все равно будут у вас спрашивать, обращать на это ваше внимание. Здесь представлены именно объяснения, что такое emergency acquisitions, какие бывают виды партнерств по английскому праву, и какие бывают в принципе business vehicles и systems, что такое компании, какие бывают ООО, ZAO, Vivided Lobility Company, Joint Stock Company. И вот эта информация она также является достаточно понятной и актуальной в случае, если вы связаны с английским английским языком, или, допустим, вы хотите посвятить этой тематике определенное количество традиционных часов, или, может быть, семинарских занятий, и посмотреть, в принципе, как работает английский июльический язык. Прекрасно, шикарно можно практиковаться, сразу все узнаете, сразу получите пятерку вкусов зародных, очень интересная полезная практика. Собственно говоря, это основная необходимая информация, которая у нас именно изменилась в контенте по платформе по Великобритании. Есть еще платформа по Соединенным Штатам Америки, она у меня почему-то не выведена на экране, но она у вас есть, потому что как раз здесь в соседнем компьютере, я ее открывала, вот, там не изменилось ничего, то есть если вы использовали американскую платформу, сейчас попробую еще раз ее найти, то вы переходите в закладку «Воскро интернешнл», у вас открывается ОСЛО по Соединенным Штатам Америки и по некоторым офшорам инфекциям, если вы зайдете, кликните на основной значок ОСЛО в правом белом уголке, у вас откроется основное меню американской платформы, которое вы сейчас видите на ваших экранах, которое я сейчас вам загрузила, соответственно здесь по сути никаких особенных изменений с прошлого года система не перетерпела, те, кто пользовались этой системой, помните, пожалуйста, в руке, был ли какой-то опыт, не было, тогда давайте я про нее тоже расскажу, смотрите, немножко интерфейс отличается от английской платформы, чем, английская более простая, американская платформа ОСО осложнена тем, что есть своя специфика законодательства Соединенных Штатов, почему, потому что, например, если вы посмотрите, у вас сначала идет меню с различными западками, здесь у вас идет тип информации, который доступен в системе, есть регулирование, есть кейсы, есть статуты, потому что все-таки статутное право, да, Соединенные Штаты переходят немножко в другую правовую семью, есть различного рода arbitration materials, которые мы сейчас отдельно посмотрим, потому что они вам всегда нужны, всегда полезны, и здесь как раз хранится информация не только по американскому арбитражу, но и по международному коммерческому арбитражу, но в чем своя особенность, платформа ОСО по Штатам делится на законодательство по федеральным округам, вы видите, закладка федерального материала сразу относит к вам нужному округу, вы можете, зайдя на закладку State Materials, перейти в нужный штат, сразу, потому что мы знаем, что в американской системе права в каждом штате присутствует свое законодательство, своя судебная практика, свои нормы и доктрины, здесь важно сразу сориентироваться и понять, какой штат вам интересен, чтобы тоже не пройти время, а, например, сразу зайти в Нью-Джерси или, допустим, в Нью-Йорк и посмотреть, что вам нужно. К примеру, я сейчас буду искать информацию по Нью-Йорк, у меня стоит задача изучить какие-то определенные вопросы судебной практики в Нью-Йорк. Вот я зашла в закладку в Нью-Йорку, что у меня открылось. Та же самая разбивка, которая у меня была в платформе Высок Левополитании. Это кейсы, судебная практика, я могу искать здесь, причем у меня сразу представлены все судебные инстанции штата Нью-Йорк. У меня есть официальная судебная ритма отчеты, у меня есть киномерс, я сейчас отдельно покажу, что это такое, это достаточно важный и интересный для вас будет раздел судебные приказы, статуты и судебное регулирование, нормативная практика, административные решения, ссылка на практику и уже аналитика личного рода, судебные приказы, экспертные материалы, законодательство, которое уже вступило в действия законодательства, которое сейчас рассматривается, Proposed Aniptic Registration и Proposed Adult Registration то, что рассматривается сегодня. Здесь можно посмотреть необходимую вам информацию. Но еще есть раздел, который я вам обещала показать, он называется Киноборс. если вы зайдете в Киноборс, и он у нас был на главной страничке, когда мы только нашли американскую платформу мыслов, здесь создан ингресс, который скорее всего очень в рамках определенных тематик, которые вы будете смотреть. будь то правовое сопровождение в штатах определенных российских промышленности, нефти-газы, энергетики, или допустим авиация, прекрасно представлена в флоту регулирования деятельности авиасопланий и перевозчиков грузов, и пилотов, и правила воздушной перевозки пассажиров, судебная практика по различным прецедентам, которые имели место быть. Вот этот индекс он вам нужен будет везде. В зависимости опять, если вы пишете гуссовую работу по определенной тематике, если вы в рамках семинарского занятия изучаете определенный раздел, вам нужно посмотреть не просто законодательство, а именно уйти в эту отрасль. Вот здесь вы можете найти всю необходимую информацию, ее сейчас медленно будут не стать, и вы найдете и увидите, что действительно здесь присутствует огромное количество контента, который может быть вам полезен. Всего и не перечислен. В том числе у вас есть очень удобная система поиска. Вы можете подняться наверх, и вот также здесь много новшества, которого не было в прошлом году. В прошлом году была только верхняя строка поиска в СО, там где написано им уже указанный раздел, дальше общий поиск сочи. А вот здесь появился еще поиск специализированный именно в данном разделе именно по Нью-Йорку. То есть еще больше, еще меньше результатов вам выдалась система именно в зависимости от того, что вы ищете. То есть еще раз повторюсь, если вы будете искать информацию West Key Number, и вы зайдете вот сюда наверх, в верхней строке поиска, West Law будет искать информацию по определенной отрасли, например, по энергетике, но по всем штатам Америки. Если вы зайдете вот сюда и будете искать именно в этой строке поиска, тогда West Law будет искать только по штату Нью-Йорку. Это поможет вам уменьшить количество результатов, быстрее найти исконный материал. Обращайте на это внимание, это очень важно. Возвращаясь к общему меню West Law, обращаю ваше внимание на некоторые определенные коллекции, которые здесь представлены. Прежде всего это Arbitration Materials. Здесь находится информация как по американскому арбитражу, так и международному коммерческому арбитражу. В частности есть и биографии, профили адмитров, и определенные публикации, и международные договора и соглашения, и МАФТ, и ВТО, и ГАД, и все такие венские арбитражи, все основные центры и институты. Есть правила арбитража, есть решения, есть United Nations Commissions on International Trade Law, которые очень актуальны в рамках просмотрения внешнеторговых споров. Если вы рассматриваете различную информацию, вам нужна информация о международных торговых парах, смотрите раздел International Chamber of Commerce, World Interaction Corporate Organization, также представлены. В общем, для тех, кто любит арбитраж, кто на этом увлекается, специализируется, это, наверное, вот такой враткий экспорт, который помогет вам сориентироваться, получить основные понятия, посмотреть на профили арбитров на решения, на правила, на каворки, применяемые к различным процедур, и собрать всю ту материал, всю кто увлекается и специализируется в интеллектуальной собственности, обращая ваше внимание, в деталерном прокурате вынесено отдельно разделом с правой стороны в основном разделе ВСО. Вам нужен будет еще очень классный раздел, который называется legislation history, это вся история американского законодательства от цифрона на подлинки, обращайтесь к этому разделу, он действительно интересный, если вам нужны протоколы судебных слушаний и заседаний, в частности в рассмотрении определенных дел, они здесь тоже есть, они находятся в разделе trial transported all arguments, если вам в принципе нужно зайти и посмотреть какую-то судебную практику или по компании, имейте в виду, что у ВСО содержится также большое количество информации по российским внешнодорговым компаниям и к дочебным структурам, которые судятся за пределами Российской Федерации и не судятся их дочке, и вот допустим, если вы заходите в кейс, если просто вы, к примеру, вводите Каспром, Каспром, у ВСО прежде всего покажет вам информацию по делам и по структурам, да, Каспрома, которые есть в системе и дальше уже представит вам скажем так, несколько полезных, интересных дел, в частности по ПАО, по КПМ, Каспром и Каспром То есть то же самое у вас нет, да, любую другую компанию попробуйте введите крупную внешнеторговую, у вас появится актуальная свежая информация. Эта информация доступна во всем мире, под личной информацией с публичных слушаний, и она может вам также служить прекрасными примерами для ссылки на написание ваших работ или подготовки к каким-то определенным работам семинарским занятиям. Что еще хотела бы обратить ваше внимание? У ВСКО содержится также коллекция публичных контрактов и договоров, которые подписываются компаниями нашей страны, с убежными партнерами, в принципе иностранными организациями. Эта все коллекция находится в разделе Sample Agreements, вы заходите в данный раздел, у вас открывается перечень отраслей права, по которым вы будете искать договора и соглашения. И в зависимости от данных разделов вы можете посмотреть и осуществить какой-то конкретный поиск, например, construction или financial branding. Система сразу вам откроет это вы можете внести в поиск какие-то ключевые слова или поиск по дате и у вас также откроется допустим по отрасли вы можете посмотреть и посмотреть вновь. Industry открылась в одном из опросов и фильтра и я могу посмотреть еще специализацию компании например в интересные генеральные ресурсы и нефтехимия я могу посмотреть какие контракты международные соглашения договора были заключены здесь вот пользуйтесь еще хотела обратить ваше внимание что у вас есть возможность посмотреть помимо информации по штатам зайти в раздел процесс здесь у вас будет уже сами отрасли права по американской системе по всем штатам вы заходите есть несколько разделов которые эксклюзивно представлены только у вас но это разделы которые отмечены звездочками на сухой коллекции где огромное количество контента и материал поэтому если допустим вы находитесь в ситуации в игроке на чем специализироваться или выбрать тему работы вы можете зайти в систему посмотреть где больше всего материала на какой тематике вопрос проще писать очень много информации по садовому праву по антикрасству по банкротству по рынку капитала по слиянию поглощения по налогам по страхованию миграции интеллектуальная собственность защита персональных данных это вообще сейчас очень модно стало тематикой после введения нового европейского законодательства 21 мая 17 года джекляра в отношении защиты персональных данных очень многие департаменты комплайенс и защиты информации правы департаменты нашей компании пересматривают политики и процедуры по которым они передают персональную информацию где кто пользуется разно скачивает разные приложения аппликации где появляется и он федеральный закон 152 о защите федерального закон защиты персональных данных и ссылка на европейское законодательство если уже передаете свою личную информацию в частности айфон скачиваете что-то миллионский текст скачиваете сразу там геймпукер это ткл официально который нужен смотрите тематики которые модные которые актуальны управлен что-то меняется проявляется и даст вам возможность иметь больше информации и контента в рамках вашего выбора к чему вы будете склоняться и еще что я хотела вам показать в американке остался advanced search если вам нужно что-то найти вы заходите в него у вас появляется большой опрос вы вводите информацию коннектор за диспетер что у вас находится справа который выясняет показывает вам как правильно можно воспользоваться определенными понятиями и еще у вас есть доступ в раздел который кстати если сейчас накрутите у вас сразу появляются новости по последним прецедентам в частности что-то совсем свежее актуальное если видите в закладке источник Reuters это наше агентство которое также все новости выкладывает в нашу базу данных и где они доступны вообще можете скачать приложение Reuters Plus оно в принципе бесплатно будете оставаться на связи с миром подписываться на какие-то аверты там будут коммерческие новости коммерческого характера транзакции политические экономические глобальные у нас например в московском офисе компания TopStreet это две службы новостей английская и российская поэтому будьте на связи всегда но и оба слова они также сразу представлены уже по правовой тематике по вашей дальше смотрите вы открываете раздел International Materials он вам тоже очень нужен в International Materials находятся все страны общей системы права в частности помимо Великобритании это частично Австралия это Канада это Гарбонг который заинтересовал английскую систему права и построил на нем свой правовой режим и дальше если вы нажмете закладочку Аза International Jurisdictions система откроет вам такой достаточно интересный список стран меня всегда спрашивают что это вообще такое я сейчас расскажу что это вообще такое это достаточно интересная подборка потому что здесь есть некоторые офшорные юрисдикции которые интересны для России в качестве размещения капитала в качестве выбора регистрации интервью для определенного налогового режима и скажем так привилегии бенефициров денег бизнеса внешнеторгового бизнеса вот есть Швейцария которая в принципе это такое государство государство те кто изучает правую систему Швейцарии знаю что она делится на 4 округа в каждом округе есть свои значительные особенности и следует углубляться именно в различные специфики каждого региона чтобы понимать вообще как это все работает в Швейцарии помимо этого есть некоторые вопросы отдельных стран таких как Сингапур который частично тоже попадает под англосаксонскую систему права в частности контактования под дальнейших транзакций но еще есть такие страны как например Польша Южная Африка Голландия Австрия что тут происходит я сейчас расскажу есть общевропейское регулирование но мы понимаем что помимо общевропейского регулирования действует национальное законодательство всех стран участников Европейского Союза вот очень много стран участников ФЕС они не размещают поступленный доступ в свое законодательство не предоставляют его провайдерам таким как Томс Мойтер Бумберг и информационные единственные агентства на близком в сила определенных политических особенностей в сила определенных специфик поэтому в основном частично то что удалось нам перевести на английский язык с их разрешения письменного и опубликовать вы найдете это официальные материалы которые может быть не представлены в общий доступ а может быть представлены в мусоревшем виде после слова они более обновленные все-таки но они представлены фрагментально то есть здесь если допустим вы переходите вот сейчас я вам открою к примеру францию чтобы вы просто посмотрели что это такое здесь представлены чути и французский гражданский кодекс на английском языке чтобы вы понимали это неполноценная информация которая содержится допустим в английской платформе или в американской платформе не из-за того что она была недополнена не поддерживается а именно в силу специфики политик данных стран которые не хотят полностью открывать свое законодательство переводителем на английском языке то же самое очень часто мы получаем вопросы по Германии если я сейчас выйду из Франции и зайду в Германию то вы увидите что по Германии есть логи он который расскажет вам про основные консилиционные акты про допустим определенные права и теории это будет более обзорно но вы не столкнетесь с полноценным законодательством допустим гражданства на немецком кодексу у вас не будет да в дошедшие практики раз она может быть если вы зайдете в американскую систему в кейсы в раздел кейсы там аккумулятор всех всего что только может быть и часто бывают такие ситуации что компания судится против юрисдикции против страны допустим там какая-то Apple против филиативной республики Германии против Франции тогда вы это найдете или международные компании допустим которые с главным офисом во Франции судятся с Соединенными Штатами таким образом они попадают во слово потому что штаты приблигуют со своей страны все прецеденты и вы сможете посмотреть эту информацию смотрите Кипр очень интересная страна потому что частично на греческом там все работает частично по английскому праву все что касается английского права вы найдете сейчас я покажу еще раз работает это у вас или нет в прошлом году работала вы переходите в практику лоб сейчас вот вы перешли из английского в услов вы перешли в практику лоб и делаете сразу нажимаете на основной значок практику лоб заходите в раздел я вам найду его так глобал холл вот делайте фичер кантриц в ЮОЛ все успевают ЮОЛ у вас открываются все страны вы заходите в Кипр вот Кипр ой что сочин да кстати есть Россия на русском языке на английском языке прошу прощения если кому-то интересно нужно в частности юрисские международники любят работать с готовыми материалами вот что есть по Кипр но вот смотрите вот здесь стоит обратить внимание что здесь идет фильтр по окрасля права да но у вас не будет здесь именно законодательства потому что не предоставляет нам Кипр в силу своих особенностей законодательства на английском языке актуальны а для нас важно именно актуальны иначе как и смысл да не актуальны но обзоры практически рекомендации как работает новая система Кипра вы можете посмотреть перед посылки практикового у вас это работает есть еще одна важная опция кстати которую я еще рассказала но когда вы открываете децидент у вас будет фильтр у вас будет три флажка которые системно используют поскольку все это претендент системы красный флажок предстоятельный президент который вам не рекомендуется в использовании зеленый и красный решение устояло пользуясь если вы можете использовать вашу опыту желтая соус то есть либо дело на апелляцию либо финальное решение еще не принято поэтому обращайте всегда внимание на такой децидент оно тоже вам поможет и будет очень полезен вот я наверное рассказала сегодня абсолютно все рассказала очень много давайте мы задоточимся на ваших вопросах если у вас есть какие-то вопросы чтобы не было монолога давайте я на них отвечу так пожалуйста вы заходите на платформу 100 в US вы заходите в кейсы выбираете видите судебную систему Соединенных Штатов Америки да вот можете смотреть по системе по тематикам можете смотреть тоже по дополнительным юрисдикциям да на американском обшорном можете по штатам можете допустим по судам ну например что у вас интересует давайте открываем вы открываете вверх и выбираете укроп вот у вас открывается сначала 10 самых последних актуальных президентов ну давайте с вами в каком-нибудь примере посмотрим вы открываете президент у вас открывается можно нажать кнопочку ввызна осмотр встать или массаж вот вот тогда просто гипнотическая спорта да по делам либо уйти и уже дальше посмотреть значит что у вас есть помимо того что у вас здесь будет информация номер дела да все актуально вы можете спуститься в аналитику посмотреть галопиньер да и дальше уже посмотрите вопросы которые вас интересуют пояснам сидят вот дальше есть такая вещь в самом конце по-моему здесь да вы прям сухо цитируете да дальше у вас идет еще можно посмотреть филинс закладочку по этому кейсу посмотреть историю тоже посмотрели об ассортис как правило здесь у вас будет аналитика да по-моему она здесь была в начале у нас там у вас будет рассказывать с соотношение по-моему 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 �도 по-моему по-моему так Santa això содр qu yes перешли flooded ars м в юрисдикции, которые им нужны как для научного процесса, так и для учебного. Я ни разу не слышала, что у вас есть потребность к тайской подходе. Я думаю, что просто это зависит от администрации. Если вам действительно это потребуется, понадобится, то оно просто увеличено. С нашей стороны есть очень много интересных стран и юрисдикций, по которым есть информация, но, как правило, она на английском языке. То есть у нас уникальна именно форма в Китае, потому что она так язычная и на китайском языке в том числе. Засим говорит спасибо вам большое, что вы послушали. Если будут какие-то вопросы, пишите, обращайтесь. Мои контакты есть и у Лобиной Натальи, и у директора вашей библиотеки. Мы, в принципе, и жмотали отговорим такие обучающие лекции. И буду рада вас видеть снова в ваших проектах. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ВОowego АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...